Всем привет! Сегодня, оказывается, уже 26 марта, а вчера было 25, а я все думал, что 24, хотел на один день больше прожить. Да нифига! Но с этой работой тут не мудрено, вообще-то, и удивительно потерять счет дням, и вообще можно забыть, как себя и зовут, не то же вспоминать, что ты там ел вчера. Ну, в общем, такие дела. Сейчас начну новый свой рабочий день. Уже у меня, а сколько у меня, уже без 28 утра по Калифорнии, я уже в Калифорнии, и, как я уже и говорил, мне на час разгрузка. Но я постараюсь, наверное, выехать пораньше, потому как я знаю, там такие трафики на 15, обычно разветвление на 225, 15 там, ну, в общем, черт ногу сломит, и придется, наверное, все-таки тянуться где-то около часа лишних, пока я доеду. Погода отличная, светит солнышко, холодно, я вышел на улицу, так, скажем, в туалет надо сходить, привести себя в порядок, умыться, там, ну, зубы почистить, ну, как обычно. Так, весело, так скажем, на улице. О, рядом со мной стоит лаубой, сейчас покажу. Вот он, Питер Билд, 379-й, тащит лаубой. Ну, в общем, клиренс, конечно, где-то сантиметров 15, наверное, не больше. Я не знаю, как он там переезжает в трудных местах или выбирает специальные дороги, но если где-то переезд через железную дорогу будет с переломом, то он просто сядет и дальше не поедет. Ну, наверное, ездит по специальным дорогам. Вот такая вот у них работа. Это все та же Рестерия, никто мне сегодня ночью не мешал, Рифер рядом не стоял, никто пердунца не включал, но как-то так, скажем, спал нормально и с хорошим настроением. Сейчас двинемся, ну, не сейчас, а где-то через минут 40. Будет что-то интересное в пути, буду показывать, а пока ничего. Вот это вот уборщики на Рестерии, все загорелые ребята и девчата, очень сильно загорелые. Белых я почти не встречал, ну, а вот такие вот тут работают. Пальмы там уже две, все, приказали долго жить, никто их не поливает и все. А эта, которая тут возле меня, рядышком, ну, это еще так дышит. Пустыня. Черная земля вокруг, ничего там не растет. Сейчас поедем. Ну и поехали. Вот такая панорамка. 40-ая на Вест. Скоро повернем на 15-ую. 100 миль, да. Выгрузки. Вперед. Попокональ. 55. Оу, векл, вэн. Товы. Я 60 еду. Вон, по милис. Ну, 70, наверное, не знаю. Вот так вот. В Калифорнии ездят настоящие трак-драйверы. Там морки. Ну, да, забыл сказать. Предвидя массу отрицательных комментариев и дизлайков по поводу грязного стекла, я решил его вымыть. вымыть и потратил целых пять минут своей жизни на мытье от этого лобового стекла. Ну, теперь как-то вроде бы, да, даже самому виднее. Хотя мне, в принципе, пофиг. В мухах, а там, в комарах. Не знаю, в чем там она еще. В снегу, в воде. Мне не мешает. Работа такая. Если через каждые полмили останавливаться и чистить стекло, мыть его, то вообще никуда никогда не доедешь. Ну, и, естественно, пару опозданий из-за мойки стекла, потери времени, увольнения с работы, ну, и все последствия. Вот такие дела малята. Так что грязное стекло это еще не самое страшное. Продолжаем движение. Сбрасываем скорость. Уже и так в красном. Вот этот навигатор показывает. Через 22 мили я перехожу на 15-й фривей на юг. А этот показывает. Через 80 миль. Но, оказывается, все правильно вам показывает. трак-байпас. Там специальная линия по 15-й только для траков. Тут можно вообще чокнуться, смотреть, что они тут друг с другом спорят. Все неправильно показывает. Вот этот навигатор я поставил. Просто сейчас буду заходить на заправку. Надо дефа долить. А тут дефа так у меня уже четверть. А дальше ничего не будет в Лос-Анджелесе. А он с четверти начинает очень быстро уходить. Вот такие горки симпатичные. на них ничего не растит. Вообще. Как бы сплошной камень. Продвигаемся. по рядышкам железная дорога. Кто-то куда-то чего-то везет, перемещает, передвигалки длинный. Один толкач. Один тягач. Коротенький такой. Поезд. На варняк. Ледем по-малу. Скорость почти в пределах разрешенной. Чтобы не нарываться. Вот бизнес. Переработки песка. А может вот эту горку на песок перерабатывает. Ну, в общем, что-то делаем. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Да. Ну, как-то так. Это на пятнадцатом фривере Хисперлия. Такой поселочек. Впереди горки. Вершины в снегу. Улица весна. Почти лето. Небо чистое. Тепло. Правда, такой ветерок какой-то был неприятный. Вот такая обстановка. Осталось 31 миль до выгрузки. Качусь потихоньку. По правилам. Соблюдаем. Чтоб не нарываться. То и так уже. Так. Ну, если что-то попадется интересное, сниму. А пока вот такое. Вот. 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 О, а вот тут есть. Ого. 3,80. Это же гомер. Молодцы. В общем, ребята, приехал я на эту алюминиевую контору. И, в общем-то, должен сказать, просто поражен. Вот это вот все это блоки алюминия. у нас под напряжением провода снимают с линии высоковольтных передач. Алюминиевая для того, чтобы сдать их в металлолом. А тут это в алюминии, блин. Миллионы тонн. ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Поеду взвешусь Потом мне скажут на какой док становиться Ну в общем как-то так Ой блин тут этого алюминия Ужас сколько И я привез свои несчастные 20 тонн Ну ждем А само предприятие Вот это здоровое Все таки дела малята Рано приедешь Плохо Опоздаешь Еще хуже Но вот это вот подождать надо А потом еще будет эта возня Скажем так не один час продолжаться Потому как пока Я тут первый раз Пока все раз узнаю Но как-то так Куда буду ехать дальше я расскажу Вот прикольный такой аппаратик ездит Что он делает Подметает просто Очень надо тут подмести Пыль убрать Ну и Просто покататься может Но тем не менее Не туда он где этот трак выезжает Там я буду взвешиваться Это Это Въездные весы После того как выгружусь Опять на весы Взвеситься Пустым Чтобы узнать Сколько я Не довез Алюминия сюда Или привез Подъехал Флотбет Сейчас Сейчас Много будут Грозить плот Алюминия Здоровая Наверное Только один Поместится Может быть и дольше Очень серьезный Процесс Процесс Что-то Сейчас Попадем Только Одно Почто посредине Положим Майной Давай Потом Поправишь Когда ляжет Надо Выпишать Майной О Сразу Трейлер Сел Поправишь 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 Серьезный Поправишь 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 Каждую струбку надо правильно закрепить, натянуть. Это дядя Паша у нас мастер об этом. А что он струбы не перекручивает? А просто так. Наверное не надо. Они коротенькие, ничего с ними не случится. Это есть очень длинные, высокие грузы, надо перекручивать. Ну вот и собственно и все. Не пройдет и полчаса как-то. Вот и все. Стрепы закреплены, натянуты. Там надо хороший вес и силу, чтобы натягивать. Не так, как с моим бараньим весом. Хрен там натянешь хоть одну стропу. Все. Сейчас человек поедет зарабатывать денег. А мы все еще ждем. Наше время не настало. Еще пол часика надо подождать. Потом поедем на весы. Добрый путь. Безопасного пути. Ух и здоровая. Плита у него в блочок. Нифига себе. Ну вот. Встаешь до. Очередь до весы. Сейчас поедем. Вот тут дядька уедет. Который впереди. Я встану на весы услышусь. Чего там долго чухается. Ага. Поехал. Ну поехали любой. Ну в общем. В общем. Встал я на док. Тут вообще черт ногу сломит. Не знаю как я развернусь тут. Буду пытаться. Заехал в те ворота. Ну и запарковался. Ну запарковаться то запарковался. А вот как разворачиваться выезжать. Не очень представляю. Там впереди алюминиевая свалка. Пакеты какие-то. Алюминиевые. Тут блоки алюминиевые. Ну в общем ребята. Это совсем не то. Что в Украине снимают. Провода с линии электропередач. Тут этого никто не делает. Выдали мне. Такую шапочку. И сказали не вздумай снять. Иначе вообще сразу прекращаем выгрузку. И выгоняем со двора. Ну тут все такие ходят. В общем то. В шапочках. В хелметах. В защитных очках. У меня тоже защитная. Есть очки? Я говорю есть. У меня это. Это sunglasses. Я говорю нет. Это safety glasses. Прошло. Пошло. раз. А в шапочку. Редактор субтитров. Редактор субтитров. Корректор субтитров. Продолжение следует...